Здравствуйте на канале Антенна 7 новости. Смотрите сегодня в выпуске. Из автосалона на эвакуаторе. Прибыть в регистрационное подразделение для регистрации данного автомобиля. Капканы для водителей расставили новые правила регистрации. От улыбки станет всем светлей. Врач в первую очередь оптимист. Студенты-медики сменили белый халат на яркий парик. Что будет с домом, от которого даже управляющая компания отказалась? Никто их не бросает, никто от них не отказывается. Судьбу сотни многоэтажек решали в городском совете. А еще новости спорта и обзор соцсетей. За госномерами на эвакуаторе. Такой способ передвижения не шутка, а требование нового порядка регистрации транспортных средств в ГИБДД. Напомним, в силу вступили поправки и теперь без номеров нельзя выехать даже из дилерского центра. Водители ожидают штраф в 5000 рублей или лишение прав на 3 месяца. Ловушка для неосведомленных водителей не иначе. Так автомобилисты между собой называют поправки в правилах регистрации. Как нам пояснили в областном ГИБДД. Поставить машину на учет можно по-прежнему в течение 10 дней с момента покупки. Вот только самостоятельно доехать на недоотделение регистрации без штрафа не получится. Однако не все так плохо. Способ есть. Серьезный момент, что водитель не может управлять данным транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. То есть забирая транспортное средство с автосалона, он, если все с точки зрения законодательства делать, он должен погрузить транспортное средство на эвакуатор и прибыть в регистрационное подразделение для регистрации данного автомобиля. В последующем, для удобства граждан, после того, как автосалоны внесут свои данные в реестр, зарегистрируются, они смогут выдавать автомобиль уже с государственными регистрационными знаками. Но сейчас купить машину с госзнаками в омских салонах возможности нет. Для этого дилерские центры нужно занести в реестр, как учетную организацию. Когда это произойдет, цена на автомобили вырастет на сумму, равную приобретению госномеров. Сейчас это полторы тысячи рублей. Для того, чтобы мы могли выдавать номера, мы должны получить аттестацию и взаимодействовать с компаниями, которые производят эти номера. Но сейчас, к сожалению, еще не реализована эта схема, она не утверждена. И, к сожалению, нет четкого понимания, когда случится то, что задумали. Ни выход и временные номера. Их просто не выдадут в автосалоне по той же самой причине – отсутствие права постановки на учет. Поэтому пока у водителей выход один – на эвакуаторе с ветерком. Как нам прокомментировали в салоне, продажи из-за этого не остановились. Эвакуатор за тысячу рублей в пять раз дешевле штрафа. Светлана Урванцева, Юрий Дорошенко, Антенна 7. Долбят, чистят, увозят, посыпают. В такой последовательности обслуживают городские остановки в зимний период. Сегодня журналистов позвали в центр города, чтобы показать, как все это происходит и с какой периодичностью. Слова представителя администрации округа Денис Ионас сопоставил с мнением граждан. На остановке Яковлева сегодня мелодично. С одной стороны улицы играет музыкант, с другой – свой бит дают дорожные рабочие. Количество мужчин в оранжевых жилетах чуть ли не больше, чем людей на остановке. Люди поглядывают, а журналисты понимают. В реальной жизни так не бывает. Эту догадку подтверждает начальник службы благоустройства центрального округа. В смену работает 8 бригад по 4 человека. За смену каждой бригаде около 10 остановочных павильонов удается зачистить. В зависимости от снега, конечно, от объема бывает больше, меньше. Смена – это 8 часов в рабочий день? Да. Отдолбить толстый слой наледей, сделать снежные окопы, сгрести это в ковш трактора и высыпать в кузов грузовика. Это нужно сделать на 280 остановках, которые расположены в округе. По времени ваш рабочий день, он сколько длится? Ну, как положено, 8 часов. За это время сколько остановок обычно в зимний период успеваете почистить? По-разному. Остановки разные бывают. Ну, допустим, сегодня, сейчас около 3 часов дня. Первая остановка или нет? Нет, не первая. Какая? Четвертая. Пока работают люди и техника, пассажирам приходится метаться за транспортом и преодолевать преграды. Трудности временные. По крайней мере, остановка Яковлева в направлении центра сегодня чистая и безопасная. За каждую такую остановку без торгового павильона отвечает служба благоустройства каждого округа. А на тех остановках, где есть торговые павильоны, за чистоту вокруг отвечают владельцы этих павильонов. В их зоне ответственности 5 метров по периметру. Но, например, на остановке Рабиновича есть еще и теплый павильон. За чистоту вокруг них отвечает вновь созданная компания. Это ТОК-сервис. Они обслуживают исключительно комплексы с теплыми остановками. Сейчас в штате 7 уборщиков. Они должны следить за чистотой вокруг 25 теплых остановочных комплексов в разных частях города. Мы каждый день выезжаем. Пять дней в неделю работают бригады с утра и до позднего вечера. В выходные дни дежурные. Грубо говоря, если есть сильный снегопад, выезжают, осматривают, вывозят мусор. Мы следим за этим. То есть у нас нет такого, что можно во вторник или в среду прийти в 2 часа дня, а остановка будет не убрана. То есть все остановки убираются до такого состояния каждый день абсолютно. Каждый или не каждый день дворники появляются здесь? Проверить трудно. А вот глаз народа, то есть мнение мечей, здесь и сейчас. Не видели, не видели. То есть вот сегодня впервые увидели ее такое? А обычно как здесь? Обычно вот здесь вот все, падают люди. Ну здесь правда не падают. В основном вот здесь на уголке все время падают. Ой. А стало лучше, когда поставили теплые остановки или нет? Все довольны. Мы только сидели, разговаривали про это. Какая прелесть. Я говорю, вот здесь мы переплюнули Новосибирск. За 951 городской остановкой следят рабочие управления дорожного хозяйства и благоустройства. Жаловаться на нечищенные можно в администрацию округа. Денис Иона, Сергей Пайхалов, Антенна-7. Никто не убирает снег с машины, припаркованной возле дома 77-3 на Омской. Хозяин, отзовись, твой подснежник уже попал в соцсети. Полный обзор у Светланы Урванцевой. В группе «Аварийный Омск» опубликовали фото машины с угроба на Омской. По нему будем определять начало весны, подписали пост. Как видно по снимку, авто стоит на этом месте уже давно и успело обрасти снежным комом. В комментариях пользователи посмеялись и даже предложили угадывать, какую марку машины так сильно припорошило. Мне кажется, морковник или чайзер стоит. Не трогайте ее, это тачка снеговика. Горку не заливайте только. На сугробы жалуются и жители микрорайона Ясная Поляна. И тоже прилагают фото. Авторы сообщают, что снег чистят с дорог и вываливают на детские площадки. Потом весной все это превращается в грязь. В управляющей компании, мол, жалуются на отсутствие денег. Я живу в этом же дворе, что на фото. В прошлые годы вывозили снег за дом. Там поле. Все уходило туда. А теперь место, на которое сгружали снег, занято машинами. В Омске хотят запретить лаять собакам. Такие посты появились в соцсетях. Жители нашего города жалуются на шумы, которые нарушают закон о тишине. К ним относятся громкие разговоры соседей и лай собак. Но большинство жалоб не попадает под административную ответственность. Поэтому полицейские предлагают внести изменения в закон о тишине. Однако отмечается, что в законе речь идет о звуках, воспроизводящихся устройствами. А кошкам мяукать потом запретят. Ну нельзя же сразу собаке штраф выписывать. Сначала полиция должна с Собакиным профилактическую беседу провести. Следим за изменениями вместе с пользователями и продолжаем читать посты об Омске. Вы смотрите новости на Антенне 7. Потянет ли администрация города проблемные дома? Пора ли создавать муниципальную управляющую компанию? И сколько на самом деле должно стоить обслуживание жилья? Сегодня в Горсовете депутаты разбирались с многоквартирными домами, оставшимися без управления. Евгений Нифанов и Андрей Кузьмин слушали. Список домов без управления начитывает 100 позиций. У каждой своя история. Но обычно управляющая компания уходит с таких домов, когда собственники подолгу копят долги или дом слишком ветхий. Тогда затраты на содержание явно превышают сборы с квартир. Такие дома депутаты и чиновники называют брошенными. Но председатель комитета Виталий Путинцев просит этот термин забыть. У нас нет брошенных домов. У нас есть дома, не выбравшие форму управления. Никто их не бросает, никто от них не отказывается. Действительно, представители мэрии помогают собственникам подготовить дом к зиме. Однако в случае коммунальных бед жители все же остаются с ними одни. Мы уже рассказывали о муках сироты войны Сталина Ивановича. Стена дома 29 по улице Третий разъезд зимой превращается в ледник. Пенсионер спит под двумя одеялами, но все равно мерзнет. Управляющей компании нет, дом признан аварийным. Но толку? Это проблему не решит. Если они будут без управления, признаны аварийными. Из 100 зданий треть аварийные. Такие дома расселяют медленно, через 5-7 лет минимум. Судьба остальных зависит от графика капремонта. Повезет, если по плану удается менять коммуникации или крышу. Но ждать порой тоже приходится до 6 лет. Председатель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Алексей Сокин занимается проблемами отрасли. Он предлагает специалистам мэрии два выхода из ситуации. Это либо создание муниципального предприятия, которое за десятки миллионов рублей будет данные дома содержать. Как это сделано, допустим, в Хабаровске и других городах. Только мы должны указать, что такого источника. Либо второй вариант – это субсидия тем управляющим компаниям, которые готовы взять данные дома на управление. Это уже просчитывалось примерно на 30 миллионов рублей. И тут тоже наша задача указать за счет какого источника. Николай Машков вариант с созданием муниципальной управляющей компании отметает. Мол, тогда список из 100 домов заметно вырастет. А вот субсидии мэрия уже сейчас раздает тем коммунальщикам, кто готов рискнуть и привести оставленные дома в порядок. Впрочем, множество проблем способен решить только более высокий тариф. В этом уверен опытный директор одной из управляющих компаний. Андрей Никитин приводит в пример Новосибирск. В нашей компании тарифы по всякому прыгают. Все зависит от того, что люди на этот год закажут и какие планы у них будут. А так, по идее, тариф более-менее обоснованный для города, чтобы минимально нормально поддерживать. Не все, конечно, вопросы включены, но основная часть, особенно для девятиэтажных и более-менее для пятиэтажных домов, пока получается, есть возможность диалога, разговора со старшими и собственниками. Если привезти, допустим, в пример Новосибирск, то на сегодня, в прошлый год у них тариф на девятиэтажный дом составлял 50 рублей. Депутаты оставляют этот вопрос на контроле. К апрелю они ждут более подробную информацию обо всех домах без управления и вновь собираются проанализировать ситуацию. Евгений Нефанов, Эндрей Кузьмин, Антенна 7. Выбросы в начале недели не ограничились двумя вредными веществами. Зафиксирован и еще один загрязнитель, причем сразу в двух округах. Октябрьский и Советский в понедельник 20 января дышали воздухом с превышением ПДК бензола в полтора раза. Уровень загрязнения характеризован как повышенный, сообщил Опертышский гидрометцентр. Вещество – не единственный загрязнитель. Утром того же дня фиксировалось превышение нормы оксида азота в районе десятилетия октября. А омские дорожники хотят купить плавильную установку для снега. Об этом на горсовете рассказал Владимир Казимиров. Директор управления дорожного хозяйства и благоустройства изучил опыт Новосибирска и Красноярска. И счел целесообразным применить установку и у нас. Конечно, она не дешевая, но и постоянно вывозить снег на снежные полигоны к ТЭЦ-5 либо к Николаевке дорого. 15-18 километров с учетом пробок и светофоров. К лету в администрации сформируют предложения. А противостоять запыленности в Омске будут бордюрные камни и подметательные машины с режимом увлажнения. Продолжаем выпуск. В Омске открылась Академия улыбок. В ней будут обучать волонтеров больничной клоунаде. Для кого-то смех сквозь слезы, для кого-то улыбка как надежда, а для кого-то и последнее, что может увидеть человек. Где и кого учат на медицинского клоуна, расскажут Денис Ионас и Юрий Дорошенко. Делайте снежок и забрасывайте. Воображаемый снежок нужно слепить из проблем, обид, болезней и все это выбросить подальше от себя. Кому забава, а кому эффект плацебо. В силу улыбки и смеха верит студентка медицинского университета Камила Искендирова. По ее словам, в этом образе она помогает больным детям на несколько минут стать счастливее. Ведь малыши чувствуют энергию добра и радости. При этом будущий врач рассматривает свой опыт волонтерства исключительно как подготовку к будущей профессии. За все это время нужно научиться воспринимать людей абсолютно разных. То есть, что и с рассеянным склерозом, что и с ДЦП. Вообще, абсолютно разных детей. Они все достойны любви, они все достойны внимания. И они все требуют понимания. Студент педиатрического факультета Илья Якимов еще не примерял яркий костюм, парик и клоунский нос. Но волонтерствует молодой человек уже не первый год. Академия улыбок для него еще один новый опыт помощи. Врач в первую очередь оптимист. И он обязан быть оптимистом. И для того, чтобы избежать профессионального самосгорания. И для того, чтобы избежать пессимизма у пациента. Следовательно, ему необходимо налаживаться на положительный настрой. И клоунада это как одна из форм, возможно, создание такой положительной обстановки вокруг процесса лечения. Который важен и для врача, и для пациента. Медицинская клоунада далеко не новая стратегия помощи больным в мировой практике. Но Академия улыбок будет готовить профессиональных клоунов. И для организаторов крайне важно, чтобы ими становились студенты, будущие врачи. Все равно у нас кто-то куда-то ходит. Кто-то что-то делает. А систематичного такого нет. И начинать это надо именно со студенчества. Вот с тех ребят, которые приходят, у которых еще есть это внутри. У которых это делают не от собственного горя, не от собственных страданий прошедших каких-то. Когда их не толкает что-то на этот поступок. Когда они просто хотят поделиться хорошим. Добрым, милосердием. А умения и навыки им дает то учебное заведение, где не учатся. Сегодня это учебное заведение Омский медицинский университет. Опыта в обучении медицинской клоунаде у вуза не было. Конечно, они посещают больницы, они ходят со своими концертами, выступлениями. Но профессиональными клоунами они никто не были. Конечно, мы предложили нашим ребятам поучиться этому. И сегодня все желающие, у кого есть порыв души, открытое сердце, они пришли и будут учиться. Фонд социальных проектов «Территория милосердия» выиграл президентский грант. На эти деньги и будут учить студентов. К лету хотят выпустить 60 больничных клоунов. В Академии улыбок будут преподавать практикующие врачи, психологи, режиссеры, актеры. Весь процесс обучения займет пять недель. И только после этого ребята смогут отправиться в детские стационары. На первое занятие уже пригласили и нашу съемочную группу. Денис Ионос, Юрий Дорошенко, Антенна 7. Поддержку дельфийского движения открылась выставка прикладного искусства в Орликине. В залах театра представили работы учеников, участников регионального этапа конкурса. Попасть на экспозицию можно по предварительной записи. Наш корреспондент Никита Иванов уже на месте событий. О выставке и подрастающих мастерах лепки из керамики в его репортаже. Дарья Пономаренко и Ева Чернявская участвуют в «Малых дельфийских играх» в номинации «Художественные ремесла». На выставке они показали свои керамические скульптуры, рассказали о создании работы и своих впечатлениях. Керамика как вид искусства мне очень нравится, так как через материалы ты можешь выразить то, что ты чувствуешь. Ты можешь показать с помощью росписи, что ты вложил в эту работу, смысл. Для каждого это значит что-то особенное. Ну, лично для меня, не знаю, это для души, я думаю, именно как бы и нравится, и идеи есть. Всё начинается с идеи. Затем автор создаёт эскиз и выбирает материал. Для каждой техники лепки разный. Потом в дело вступают руки и мастерство. Но вся работа может испортиться во время обжига и придётся начинать сначала. Лепка из глины и гончарное дело не прощают ошибок. Вот мы находимся в выставочном пространстве театра «Кукол Орликин». И здесь выставлены работы участников номинации «Художественные ремёсла». Работы здесь разнообразные по своим техникам, по своему исполнению, начиная от росписи по ткани до ткачества. И особое внимание уделяется керамике. Лепка из глины и гончарное искусство станут частью всероссийской дельфиниады. На предстоящих малых играх участники также покажут свои керамические изделия. Каждый ребёнок хочет проявить себя, поделиться опытом друг с другом. Будет очень трудно вообще оценить 54 человека, которые здесь представлены. Потому как работы очень разнообразны, сделаны в разных техниках. А решить нам нужно проблему трёх мест. Будут ещё присуждены три специальных диплома в каждой категории возрастной. И поэтому в итоге получается не так уж много мест. И очень сложно судить детей, потому что каждый ребёнок в определённый период времени, он может проявить себя по-разному. Педагоги говорят, что с обучением гончарному искусству дела в городе обстоят сложнее. Не хватает профессионалов, которые могут научить этому ремеслу детей. Не хватает оборудования. Гончарное искусство, да, мы всегда традиционное искусство представляем с руками гончара. И когда мы смотрим какие-то ролики о том, как гончар вытягивает и получается вот это чудо, и кажется, это всё доступно и легко, но на самом деле этому нужно долго учиться. Это нужно перемять и испортить, возможно, не один ком глины. Но для этого нужно, да, оборудование, желание есть. И вот это движение вперёд, дельфийские игры, да, подталкивает. И, я думаю, создаёт ту платформу для развития талантливых детей. Именно они – будущее нашего региона и города. Попасть на выставку и приобщиться к прикладному искусству можно каждый день с двух до шести. Выставка проходит до 29 января. Никита Иванов, Андрей Кузьмин, Антенна-7. Авангард в гостях взял верх над клубом «Витязь». Наши хоккеисты начали матч в скоростном наступательном стиле. Динамичные атаки, обостряющие передачи, броски. Подмосковная команда цепко защищалась, напряжение нарастало. За секунду до первого перерыва омичи открыли счёт. Тейлор Бек подправил шайбу в ворота после передачи Брэндона Макмиллана. Равная игра в начале второго поединка. На 26-й минуте хоккеисты «Витязя» восстановили равновесие в счёте. Соперничество обострилось. Забить могли обе команды. Надёжно сыграли вратари Игорь Бобков и Илья Ижов. Третий период, а затем овертайм, прошли в том же ключе и без забитых шайб 1-1. В серии булитов блестяще сыграл Тейлор Бек. Форвард «Авангарда» забил два гола к ряду. И второй принёс победу нашей команде со счётом 2-1. Впереди у омичей домашняя серия. В четверг «Авангард» сразится с хоккейным клубом «Сочи». Битва характера в первенстве области под зюдо. На ковре зала борьбы спортивной школы номер 17 соперничали больше 50 спортсменов в возрасте от 16 до 23 лет. Жёсткие конкурентные поединки, хорошая техника, дополнительные схватки для определения призёров в двух высовых категориях. Подробнее Владимир Истамин. Серия стремительных техничных бросков упором ноги через спину, захватом двух рукавов, с колен. Все на высшую оценку в 10 баллов. Ипон. Самая яркая битва соревнования – сражение за золотую награду в категорию до 60 килограммов. Максим Кульков выиграл у более опытного Вадима Иванова. Уступил равному по силам сопернику Владиславу Магину. Интрига. Упорнейший спор в заключительном поединке. Выталкивание, действия на линии. Магин вёл по замечаниям, был близок к успеху. Иванов сумел восстановить равновесие, вырвал победу в дополнительное время. Три дзюдоиста набрали равное количество баллов. Судьи назначили дополнительный раунд для определения победителя. Лучший спортсмен соревнования – Максим Кульков. 17-летний дзюдоист из клуба «Витязь» проявил и характер, и мастерство. Уверенно выиграл оба решающих поединка. В схватке с Ивановым провёл красивый приём – бросок под садом. Соперник стоял на фронтальной стойке. Я делал подворот на бедро. И на выходе, получается, зацепил ногу и кинул его назад через себя, то есть под садом. Жаркий спор в категории до 81 килограмма. Три претендента на серебряную награду. Самый волевой борец соревнования – спортсмен из команды Марьяновского района Андрей Войтенко. Он в белом кимоно. Дзюдоист выиграл ключевую схватку на последних секундах дополнительного времени. Ценность успеха в том, что спортсмен победил на грани и мобилизовал все силы и знания. Андрей не смог провести свой коронный бросок. Находясь в цейтноте, нашёл победный ход, провёл контрприём. Серебро Войтенко с золотым отливом. Главную награду в категории завоевал Семён Гурин. Борец из спортивной школы имени Олега Охременко досрочно выиграл все пять поединков. Сегодня у меня получили следующие броски – это зацеп, подхват. Также я выполнял подсечки и контратаки. Допустим, заднее бедро. Воля, техника, напор в других категориях соревнования. Жёсткие схватки за захват, натиск, давление, полная концентрация. Борьба на максимуме и умение сосредоточиться на важнейших моментах. Выиграть первую оценку, развить успех, хорошо финишировать. Николай Харсеев, спортсмен команды Омской академии МВД, он в синем кимоно, провёл победное действие в момент, когда соперник пошёл в лабанг, выиграл золото в категории до 73 килограммов. Дзюдо из спортивной школы номер 17 Григорий Сочнев прибавил в физике и отлично совместил технику и тактику. На старте финала провёл хороший приём. Зацеп под ближнюю ногу, активно боролся в партере, затем сковал действия противника, завоевал главную награду в категории до 66 килограммов. В скорости добавил, стал бороться легко, свободно, в скорости физически добавил, морально добавил, где-то тактически научился бороться. Оптимизм на финише соревнования. Несколько досрочных побед в тяжёлых весовых категориях до 90 и 100 килограммов. Хороший баланс духа и мастерства продемонстрировали ещё два дзюдоиста Владислав Ильин и Тимирлан Кинжеков. Итоги соревнования подвёл главный тренер областной команды Юрий Шпак. Это украшение этого первенства, когда люди перебариваются между собой, проявляют характер, волю. Может как раз само им не хватает то, что они покажут на следующих соревнованиях. Все отличившиеся спортсмены представят наш регион в первенстве Сибирского федерального округа. Соревнование пройдёт в этом зале 8-9 февраля. Владимир Остомин, Юрий Дорошенко, Антенна-7. На этом у меня всё. До встречи. Новости. Официальная группа ВКонтакте. Обновите кухню. Мы вас ждём уже. Кухни в континенте на третьем этаже. Большой кухонный переезд в континенте. Да-да, теперь кухни на третьем. Аренда конференц-зала в континенте. Телефон 308-409. 308-409. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...